доброе утро сегодня я вам покажу салат который я его называют для себя джинджер джинджер это украинская группа это в тринадцатом году они колесили по украине в николаев кстати заезжали и этот там они в логе выкладывали и там же команду линых бывший ударник готовил салат которую называл импровиза ну они так я понимаю там по молодости любили побухать и этот выпить закусить и меня заинтересовал свое время один их не салат я его тоже попробовал и он мне кстати очень понравился но у меня правда нет не сейчас нет таких ингредиентов как у них немножко она у меня будет отличаться но в саму суть вы поймете так что салат джинджер берем помидорки кстати советую всем эту группу шикарная группа вокал красивый женский и поет в таком стиле этот детям понравится так берем помидорчик нарезаем его так а потом вот так еще не так сильно мелко чтобы но и не так чтобы сильно крупно отправляем в кастрюлю для салата это типа салатница у меня такая у меня нет салатницы сделали только что воду целый день на жаре питьевую в колонке спасибо всем ребятам которые делали я там тоже немножко чуть-чуть но какую-то лепту может даже и внес так что теперь я не один а бредит сегодня жена есть чем мыться и руки помыть наши воды полива у нас таки нет лету все прошло спасибо дождя так этот накрышили мы помидоры теперь берем огурцы режем их вы думаете это наверно какой-то обыкновенный классический салат там помидоры огурцы лук зеленый масло растительное это нифига где такой салат кстати даже бы этот и сам бы и не придумал бы так вот такое много огурцов не надо тут огурец я отдельно даем вот так мы чистим огурчик так и вот так теперь поперек есть помидоры огурцы есть ложечку перемешиваем много огурцов нежелательно так следующий ингредиент там было у них пекинская капуста у меня сейчас нет пекинской капусты у меня есть молодая белокочанная я думаю ничего она от этого в данный момент не изменит ну-ка как вы изменит кстати когда спросили обе таню в том видео шона как она в восточном всяким кинка относится наружу скорее ну не рожу это лиц лицо да так вместо пекинской капуста наша белокочанная вот сейчас бы суда был копчика даст массе санта нифига салат будет у нас и полезный и вредные одновременно в общем у ребят наверно то что было то не на закусе на колопуцеле помидоры капуста огурцы следующий ингредиент они у них были две банки этой скумбрии консервированную но у меня нету сейчас скумбрии сардина тоже пойдет я жидкость я выпил и плюхнул сюда ну немножко вилочкой то есть я тебя слепила из того что было то есть я добавляю читатель и потому что чтоб только как бы для рыбного вкуса кто любит по более насыщенной тут тут может туда зафигачить может можно было суда и и лучка но не почему-то про лук не упомянули поэтому я не хоть и не полностью придерживаюсь рецепту ну постараюсь быть хотя бы в количестве и в типах ингредиентов похоже после они это все залили майонезом так же самое мы поступим но перед тем как залить майонезом я сделаю ход каем или ладью я все таки его немножко поперчу черным молотым перцем и немножко посолю посолю я потому что сардины у нас тут мало она не такая соленая и майонеза и так капельку буквально добавлю так но вместо майонеза нормального я возьму легкий майонезный соус и выдавливаем сюда майонез и теперь это все мы с вами раскалопуциваем и вот у нас получается у них было скумбрии с пекинской капустой с огурцами и помидорами и майонезом а у меня из сардины белокочанной капусты хамеда помидорами и огурцами и майонезом вот такой красивый вернее он вообще не красивую такой салат получается теперь его надо продегустировать и попробую на запах пахнет еще свежими огурчиками и помидорами а на вкус пустащий волшебный салат с рыбным привкусом капуста крупно нарезана с пекинской капустой было бы конечно лучше но нет у меня и сейчас всем рекомендую такой походный салат джинджер джинджер